Региональных чиновников посадят за парты и научат, как управлять областями в условиях экономического кризиса. Эти и другие законодательные инициативы в нашем обзоре. Военные не просят. В Российский уголовный кодекс хотят ввести статью для тех, кто попрошайничает на улицах, надев армейскую форму. Проект закона подготовили депутаты Госдумы. По их мнению, сейчас каждый может приобрести в специализированном магазине или через интернет форму любого рода войск Вооруженных сил России, выбрав себе звание и выйти на улицу с протянутой рукой. Это наносит прямой моральный ущерб реальным участникам боевых действий и вредит репутации армии, считают в Госдуме. Самозванцев предлагают наказывать штрафом в 100 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до 6 месяцев. Автопробеги хотят переравнять к митингам. Правительство внесло в Госдуму соответствующие поправки. Их необходимость чиновники объяснили тем, что при определенных условиях и обстоятельствах автопробеги могут перерасти в стихийные выступления и массовые нарушения общественного порядка. Неблагонадежными сочли и палаточные городки. Их хотят приравнять к пикетированию. Если законодательную инициативу примут, организацию автопробега и палаточного городка придется согласовывать с местной властью. В противном случае нарушителям будет грозить штраф. Региональных чиновников научат привлекать инвестиции. Агентство стратегических инициатив вместе с Российской академией народного образования начинают обучение губернаторских команд. В Москву на ускоренные курсы приедут небольшие делегации по 5-10 человек от каждой области. Цель – помочь внедрить передовой опыт привлечения инвестиций, научить работать в команде и рассказать, как улучшить социально-экономические показатели субъектов федерации в условиях кризиса. Первый поток, состоящий из вице-губернаторов и министров, отвечающих за экономический блок, приедет в Москву повышать уровень образования уже этой осенью.